Радио 54 Морские львы, я так понимаю, это ваши воспитанники, вы ими руководите? Да, я уже с ними работаю более 20 лет. С одними и теми же? Да, Соня у нас с самого начала давно. Ну, в идеале они живут 25-27 лет, и Соня у меня с самого начала, и 22 года ей уже... Невеста. Исполнилась, да. Боб, который работает с ней в паре, ему 18 лет, он чуть позже поступил к нам. И сейчас есть еще одно животное, еще девочку я получил, вот, буквально в сентябре. Вот, и мы тоже готовим из нее артистку, тоже пытаемся с ней договориться. Но она еще не выходила в свет, да? Нет, она еще, да, она очень способная, такая, очень, ну, расположенная к этой работе, ну, немножко пугливая. То есть надо пока сейчас вот с ней аккуратно, чтобы привести ее в такое состояние, когда она будет полностью доверять и всему окружающему ее миру. Как вы выбрали морских львов? Как вы с ними познакомились? Где вы их впервые увидели и поняли, что вот я хочу с ними работать? Ну, собственно, этот был даже не мой выбор. Опа-на! Они хорошо поддаются до рисури, да? Они как люди, с ними можно договориться. То есть если есть терпение, есть желание... То есть с пингвинами не договоришься? Нет, знаете, я вообще, по идее, должен был, ну, по идее, должен был стать тренером по спортивной гимнастике и тренировать детей, готовить малышей, там, к большому спорту, может быть. Как раз пингвины подходят по росту. Вот, и, видимо, здесь я так и реализовался, как педагог именно, вот, по подготовке. То есть это то же самое, такая же самая работа, как и с детьми. То есть надо ждать, надо, вот, пробовать, надо уговаривать, надо убеждать, вот, и приходить к какому-то результату. Причем в это все время надо понимать, что ты делаешь, как правильно кормить этих животных, как правильно их содержать и как их все-таки выводить в люди. То есть нужно просто суметь договориться с ними. Ну, так вы так и не сказали, кто вас заставил с ними работать, вы сказали, вы не сами их выбрали. Да, ну, я, в общем-то, начинал карьеру в цирке как воздушный гимнаст, вот, долгое время работал. Потом супруге моей пришла идея сделать программу «Шоу на воде». Вот, и пришлось спуститься на землю и заняться более земным, да, трудом. Вот, и поскольку это был цирк на воде, вот, и была идея взять морских животных и как-то их внедрить в программу. Ну, что, собственно, и получилось. Вот, и сейчас сегодняшняя работа, она практически считается одной из лучших в системе. То есть у нас примерно в стране 4 или 5 групп животных вот такого класса, вот, и такого вот уровня. Есть какие-то интересные особенности их содержания, какие-то такие удивительные вещи? Ну, особенности содержания, то есть, надо постоянно с ними быть. То есть, нужно постоянно за ними следить, потому что все-таки животные морские, вот, надо делать максимально приближенную ситуацию к их среде обитания, ну, то, к чему они, в принципе, расположены. Ну, естественно, в здании цирка этого сделать им, ну, с трудом даже не получается. Вот поэтому есть специализированные витамины, есть специализированные всякие мероприятия, которые позволяют им получать... Массаж. То питание, те витамины, которые им необходимы для нормальной жизнеспособной деятельности. Вот, ну, массаж, массаж, ну, пожелания. Тут доброе слово для них, это, то есть, ну, с ними просто разговариваешь, как с людьми, и они все это чувствуют, и настроение, и взгляд. Они вам отвечают? Нет? Вот, мне достаточно их взгляда, то есть, я уже по глазам вижу... Устал, все, пока. Интересен я им сегодня или нет? Даже вот так, то есть, вы приходите и спрашиваете, будем сегодня тренироваться, да? Они такие, нет, уходи. Ну, они уже настолько тренированы, что их тренировать только растренировать. Вот, у них очень серьезная база наработанных трюков, вот, и перегружать их нет смысла, потому что, ну, все равно же у нас не цирк морского льва, у нас шоу на воде. А это одно из составляющих, поэтому мы стараемся в своем спектакле не перекармливать людей. У нас очень много всяких серьезных эффектов, связанных с фонтанами, с огнем, с самим водным шоу и номерами, которые в нем работают. С крокодилами работают, это же опасно. Ну, достаточно опасно, конечно, он очень сильный в воде и агрессивный. Да, да, да. Его даже удержать сложно, не то что там, что-то с ним еще там манипулировать. Ну, наш укоротитель справляется. А мне интересно, как все устроено, вот этот вот сам бассейн? Ну, собственно, бассейн мы придумали сами и его конструировали, испытывали. Какая глубина? Ведь там нужно нырять, да? Это уже пятая версия самой программы и бассейна в том числе. То есть мы поднимали его с высоты 40 сантиметров, глубины бассейна. Теперь у нас сейчас по зеркалу где-то примерно метр тридцать. И это устраивает уже во всех. Это устраивает техника, они справляются с количеством воды. Это устраивает животных, им достаточно толще для того, чтобы... И артисты, им же нырять тоже надо, да? Это устраивает синхронное плавание. То есть мы сейчас добились того идеального результата, когда всех все устраивает. Мы с таким количеством воды справляемся, мы ее можем готовить. Она практически питьевая, и это доказывала санэпидемстанция сама себе, когда им это было интересно. И, конечно, вся программа насыщена такой серьезной машинерией. У нас очень серьезная инженерная группа, которая создает и... Эффекты все, да. Фонтаны, эффекты встраивает. Все это мы делаем, собственно, своими руками. То есть у нас очень серьезная такая с собой производственная база, которая позволяет нам находиться на таком уровне. И самое главное, что мы понимаем, что мы делаем, и можем всегда адекватно оценить уровень поломки, сами ее устранить, чтобы само шоу не страдало в ходе наших гастролей. Аналогов в такой программе нет в стране. Такой точно нет. И это нам дает возможность все-таки быть всегда на шаг впереди других и показывать... Эксклюзив представлять. Что все-таки в России можно создавать достойные шоу-спектакли, за которые не будет стыдно и обидно. То есть люди реально иногда приходят, говорят, вот мы прямо гордимся, что это наши российские, так скажем, продукты. И нам тут все понятно, здесь по-русски говорят, и это даже как-то непривычно. То есть вот шоу такого объема, такой красоты, и чтобы у нас в цирке, это интересно очень. Целый завод по производству цирка с вами колесит. Сколько у вас человек, если у вас и техники, и инженеры, и что? Значит, у нас порядка 60 человек, это более 45 артистов, остальное все это техники и инженеры. Ну и, естественно, наши сопутствующие товарищи, наши животные. То есть мы без них никак, мы же цирк. Значит, у меня морская лица, Дженни, находилась в отдельном арьере, поскольку готовилась к отдельной работе. И мы не могли понять, как она выходит из вольера и съедает всю рыбу за троих. То есть она выходит, мы приходим, рыбы нет, она сидит, уже распухшая от рыбы, то есть она съедает порцию на троих. И мы не могли понять, как это, мы следили за ней, там, подглядывали в щель, но она никогда не выдавала своих тайм. Вот пришлось поставить камеру именно на запись и буквально там в течение трех-четырех часов мы получили картинку, как это все происходит. Оказывается, животные настолько умные, что они, вот они не ломятся там вперед, там, где рыба находится и где рыбу можно видно и можно как бы взять. Потому что там вроде как все перекрыто. Она, наоборот, выплывает на другую сторону, обходит вольер, уже залазит с бассейна на вольер, обходит его с другой стороны, перепрыгивает в другой бассейн, в который вольер другой ширины, там, для большого морского льва, проходит через его вольер, выходит и спокойно съедает. То есть вот додуматься до такого, что вот морского... И обратно возвращается? Нет, обратно не может, она уже не пролазит уже в эти решетки. Вот это было, конечно, уникальный случай, действительно, вот нужно было понять, как это происходит, а просто была какая-то вот такая аномальная история, которая вот... Хочешь жить, умей вертеться и через чужой вольер. Спасибо большое, Андрей Шевченко был у нас в гостях. Приходите на Шевченко-шоу в наш Новосибирский цирк.